В деревне приматы появились на земле первые полуобезьяны около 50 миллионов лет назад. В старом свете узконосые обезьяны около 25 миллионов лет назад поделились на человекообразных и мартышкообразных. Вот это полуобезьяны 50 миллионов лет назад, 25 миллионов лет назад, это расхождение двух команд, мартышкообразные, человекообразные. И одна из команд человекообразных обезьян около 5 миллионов лет назад, немножко раньше, совершает некоторое такое действие, после которого все мы оказались здесь. То есть, собственно, на дорогу отчеловечивания попадают обезьяны где-то вокруг этой дачи. Мы с вами говорили, что человекообразные обезьяны двигаются по лесу, раскачиваясь на руках. Если почитать школьное учебие, то можно понять, что происхождение человека связано с тем, что обезьяны когда-то, по не очень понятным причинам, слезли с деревьев и стали двигаться по земле, перешли на плоскость. Раньше, как считалось, территория лесов в Африке сокращается, деревьев стало мало, на всех не хватает, вынуждены были пойти к уродным. Но дело в том, что климатические реконструкции показывают, что нет, 5 миллионов лет назад, мы просто не было, и все леса как были, так стояли. На самом деле, совершенно нет никакой необходимости предполагать какие-то климатические катаклизмы. Давайте посмотрим, вот у вас лес, вот такой хороший лес, площадь примерно с Европой, всю вместе, влажная, тропическая, леса центральная Африка. Здесь и здесь, в севернее и южнее, идет пояс лесостепей, а затем и открытых пространств, которые в Африке, как называются, травянистые биомы Африки. Саванна. Совершенно верно. То есть здесь Саванна, здесь Саванна. Никакой пустыни Сахара тогда в природе не существует. Пустыни Сахара явление достаточно позднее и связано, оказывается, с деятельностью уже произошедшего человека. Такие ландшафты называются антропокендами. А пока 5 миллионов лет назад ничего этого нет. Хорошо. В этом лесу живут вполне успешные, крупные, человекообразные объединения. Если они вполне успешные, то есть они хорошо датированы, что с их численностью происходит? Увеличивается. А вместе с ростом численности, что обязательно начнет возрастать? Конечно, конкуренция возрастает. Не надо допускать никакого сокращения леса. Как успешная группа, человекообразные приматы просто достигают периодически предела численности, и давлением конкуренции часть популяции выжимается в другие ландшафты. Ну, пробуют освоить скальная ландшафта, равнинная ландшафта. Санаризм. Хорошо. Пулька ли человекообразная? Да не не только. Мордышкообразная тоже переходит на равнину. На одном из занятий я вам показывал большое количество слайдок красных обезьян. Павианы, допустим, они почти чисто наземные. По деревьям, конечно, они умеют лазить. Но большую часть времени они, конечно, на земле проживают. На земле питаются, по земле перемещаются. А деревья для чего используют? Что значит для жилья? А это называется укрытие. От кого укрывается-то? От хищников. Первое используем деревья как укрытие. Но есть второе использование. Вот смотри, после того, как живые существа вышли в саванну, а саванна заросла высокой травой, вот такой, выгодно выпрямиться зачем? Чтобы осмотреться и долюбить еще. Скажите, пожалуйста, а павианы и макаки, они что, прям выпрямившись, бегают в саванне? Или на четверень? Конечно, на четверень. И не собираются выпрямляться. А почему? Они могут залезть на деревья. Могут. В том-то и дело. Хорошо. Мы можем сегодня на этом участие. Мы вот такого размера из травы не высовываемся. Нас самих издали видно? Нет, нас не видно. Запах наш на большое расстояние идет или задерживается травой окружающей? Ведь запах будет разноситься ветром. Скажите, пожалуйста, ветер дует над травой или вот здесь между подвергами? Над травой. То есть, если я высунулся, если я вот так встаю, то, кроме того, что я далеко вижу, меня не стали видно. И я схватил мой запах и унес на большое расстояние. Я, конечно, сам увидел все, но зато демаскеризовался. А пока я на четвереньках, я совершенно замаскирован, могу спокойно есть, искать пищу, выяснять отношения с своими друзьями, недругами и всем прочим. Хорошо. А как же издали увидеть хищника? А Бог? Вся группа повернанных здесь, занимается своими обезьяньями делами, идет напряженный обезьянью в жизни, а на дерево один дозорный или два дозорных. С дерева они осматривают очень широкую панораму. Осматривают. Важно или не важно, что они демонстировались. Во-первых, они не демонстировались, потому что на дереве ветки. Пойди в древесный кронер, взгляди кого-нибудь издаля, а сами они видят картинку вокруг, далеко. В случае приближающейся опасности, что делает наблюдатель? Орут. Орут. Что делает состава? Бежит. На укрытие. Переходит на укрытие тут. При таком способе освоения окружающего пространства, можно освоить участки равнины, где либо есть деревья, либо есть скалы. Потому что ровно в тех же функциях можно пользоваться скалами. А более или менее ровные участки в саванной. Вот мастыршкообразные легко осваивают или нет? Или там у них проблемы? Проблема. Нет подходящих мест для укрытия, нет подходящих мест для наблюдательных пунктов. А при съемном вискодистые участки отлично освоены мастыршкообразными. Продолжение следует... Спасибо.